«Гнотисе Аутон» – «Познай самого себя». 2000 лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Хохлов Александр Николаевич, доктор биологических наук, заведующий сектором эволюционной цитогеронтологии лаборатории клеточной биологии старения и развития биологического факультета МГУ. Один из ведущих российских специалистов в области клеточной биологии старения. Автор более 350 научных публикаций, посвященных вопросам моделирования старения на разных биологических объектах, поиску биомаркеров возраста, исследованию потенциальных геропротекторов. Являясь заместителем главного редактора биологической серии журнала «Вестник» Московского университета и его англоязычной версии, Александр Хохлов инициировал значительные изменения журнала, позволившие вывести издание на международный уровень. Его статьи и доклады по наукометрии и оформлению научных публикаций пользуются большой популярностью среди читателей и слушателей, в том числе за рубежом. Александр Николаевич Хохлов в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Александр Николаевич. Добрый день, Марина Вера. Мы продолжаем цикл программ, посвященных старению. В нем уже приняли участие ведущие специалисты, некоторые из, ну, не все в мире, но многие уже приняли участие в этом цикле. И можно прошедшие выпуски посмотреть линейки программ «Медицины в контексте» на платформе YouTube, а также, конечно, в архиве передач Первого медицинского канала. Разные ученые представляют разные теории, разные экспериментальные подходы к изучению процессов старения. В сегодня очередь Александр Николаевич Хохлова. Больше всего мне понравился вопрос, есть ли шансы на победу, как геронтологи изучают старение. Обо всем узнаем. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Говорят, что геронтологи занимаются тем, кто страшно боится старения и смерти. И это, честно, да, это действительно так. В общем, с детства боялся, поэтому занимался. Хотя, как мой друг сказал, здорово ты меня обманул, так ничего и не сделали. Вы, значит, ну, как говорят, все, что вы хотели знать про старение, но боялись спросить. Ну, и пациент, когда спрашивает, доктор, я все равно умру, а врач-гериатр отвечает, а как же? Это как раз... Очень мне нравится вот это стихотворение Самуила Маршака. Он писал не только детские стихи. Все умирает на земле и в море, человек суровый и осужден. Он должен знать о смертном приговоре, подписанном, когда он был рожден. Но сознавая жизнь и быстротечность, он так живет наперекор всему, как будто жизнь рассчитывает в вечности, и этот мир принадлежит ему. Блестящие стихи. Я их перевел на английский, они выложены на некоторых сайтах. Ну, надо сказать еще, это несколько замечаний таких вот вводных, что люди, как правило, выбирая между жить долго и жить хорошо, дают превращение второму варианту. Мы все знаем, что загорать плохо, пить по литру водки в день тоже плохо, но, в общем, шашлыки на даче каждую неделю – это вредно. Но, в общем, без этого для нас жизнь и жизнь. И, к сожалению, очень часто эти понятия совершенно плохо совместимы, поэтому без всяких молекулярных механизмов можно дать целый ряд советов, как жить долго и как стареть медленнее, но большинство людей, конечно, не согласится им следовать. Совсем недавно я опубликовал такую статью, которая называется «Размышления геронтолога-пессимиста» или «Почему мы все еще не живем тысячи лет». И в ней как раз изложены мои основные идеи на этот счет, на счет судеб современной геронтологии. Мы сегодня все это услышим. Я надеюсь, да, я надеюсь. Совсем недавно у нас был в гостином дворе такой круглый стол «Геронтология как научная основа роста продолжительной жизни россиян». И обратите внимание, в общем, из четырех докладов три было со знаком вопроса. Потому что, на самом деле, мы, конечно, по большому счету не очень знаем, как избежать старения, как измерять старение, что такое старение. Поэтому знаки вопроса, их только становится больше. По мере того, как мы что-то изучаем, их становится все больше, больше, больше. И, к сожалению, это количество не уменьшается. Итак, самый главный вопрос. Что такое старение? Это то, в чем мы, как правило, расходимся с подавляющим большинством моих коллег и российских, и зарубежных. Но там вообще единого мнения нет, насколько я знаю. Да, но, понимаете, оно было, и оно, вообще говоря, есть. Вот если я вам скажу, что стол – это нечто на четырех ножках, и за ним мы едим, то вы поймете. А другой мне скажет, о, нет, стол – это то, что висит на стене, и на нем изображение какого-то человека. Вы скажете, ну, это же не соответствует представлениям. Так вот, стол – это все-таки на четырех ножках. Может быть, на трех, но на нем можно есть, на нем можно читать. Мы сидим за столом, но мы не можем сидеть за картиной. Поэтому все-таки определение, и мой любимый учитель Владимир Владимирович Фролькис всегда говорил, что без определения старения мы никуда не можем деться. Рене Дикрат говорил, что дайте хорошее определение, и вы полдела решите. Без определений работать невозможно. Сейчас все почти работают без определения. Мой любимый анекдот, когда пожилая женщина заходит в рыбный магазин, говорит, это рыба свежая. Ну, мадам, говорит, она же живая. Так что, я тоже, говорит, живая. Значит, понимаете? Значит, поэтому определение очень важно. Старение – это совокупность взрывных изменений организма, ведущих к увеличению вероятности его гибели, силы смертности. Что такое это, я скажу чуть позже. Но смысл именно в том, что без этого определения, как сказал один из моих коллег на одном из симпозиумов, если вы не поддерживаете это определение, то у нас с вами не по дороге, вы не геронтологи. Вот чем занимается геронтология настоящая. Увеличением вероятности смерти. Изучением. Изучением вероятности смерти. При старении обязательно должно что-то либо накапливаться или исчезать. Кстати, обратное, что возрастные изменения всегда старение, не обязательно. Скажем, у человека лет до 14-15 вероятность смерти практически не меняется. И только в этом возрасте начинает расти. Поэтому мы говорим, что старение с этого возраста летит. Когда на семинарах у Владимира Петровича и Кулачева, к сожалению, сейчас из-за пандемии они приостановились, но мы все их посещали. Один из наших коллег, который, кстати, снимался у вас тоже на канале, говорит, ой, старение начинается прямо при рождении. Это неправильно. Это мнение Вадима Гладышева. Совершенно верно. Он один из тех, кого я имела в виду, говоря о ведущих геронтологах. Самое интересное, что когда он это говорил, то перед ним Леонид Петрович показывал таблицу, на которой было видно, как растет смертное свороство. Она растет с 14-15 лет. Но несмотря на это, он говорит, там уже происходят изменения. Да. Организм претерпевает огромные изменения при развитии. Но они никак не влияют на вероятность смерти, либо даже уменьшают эту вероятность. У вас детская смертность, у вас первый год погибает большое количество детей, довольно большое количество детей. И почему мы можем, скажем, позже, когда будем говорить о старении половых клеток. Но при этом у вас дальше смертность не увеличивается. Поэтому старения нет. Есть развитие. Ну, надо сказать, что ваш покорный слуга, значит, в современной версии советской российской, советской энциклопедии, большой советской энциклопедии, которая называется Большая Российская энциклопедия, раньше-то была в ролике со статьей, она называлась «Старение». Теперь это моя. Я должен сказать, что вот эту статью я писал, кстати, она небольшая, несколько страничек, написал ее несколько месяцев, все время переписывал с редактором. Редактор тоже не понимает, что такое старение. И они все время это правили, правили так, что было нельзя. Я звонил руководству Большой Российской энциклопедии, говорил, я не согласен с этим, нельзя. Видите, здесь тоже самое определение дано. Вообще, надо сказать, что вот в этой статечке небольшое старение, я изложил практически все, о чем мы должны говорить сегодня. Так что, если кто-то захочет доступно на русском языке почитать, что такое старение, он может взять вот эту Большую Российскую энциклопедию. Так она не пусть бумажная? Нет, она теперь есть электронная. Поэтому можно просто в интернете, пока нас, я думаю, Роскомнадзор не прикрыл, значит, можно зайти-то и посмотреть там, и там все видно. Естественно, я сейчас все это читать не собираюсь. Здесь рассказано все, и про запрограммированное старение, и про теломеры, и про феномен Хейфлика. И что самое интересное, здесь рассказано про старение растений. Это отдельный разговор, сегодня мы подробно говорить просто не можем, из-за того, что у нас не так много времени. Но мы не ботаники все-таки, мы на медицинском канале. Да, да, но вообще старение растений – это очень интересная вещь. И вот тут есть совершенно блестящий обзор старения деревьев, да? Причем, что интересно, он появился, это они меня довольно подробно цитировали, поэтому я обратил внимание на эту работу 2013 года. Это младенькие девочки из Чехии, которые, вообще говоря, никогда старением не занимались. Совершенно блестящий обзор по старению растений и попугавали в самом рейтинговом герметологическом нашем журнале «Aging Research Reviews». Вот, замечательная статья. Кроме того, существует курс основы биологии старения. В английском варианте он называется «Biology of Aging Basics». Он читается на биофаке МГУ и в Харбинском политехническом университете. Между прочим, получил вторую премию я за этот курс на оконных сезарубежных лекций в Китае. И, собственно, сегодня я должен попытаться уложить материалы из 10 двухчасовых лекций в 45 минут нашей беседы. Буду стараться, это мои студенты. Дьявол в деталях. Сейчас все любят вот такое. Вот когда мне показывают вот такие схемы, не буду говорить, кто из коллег, но очень часто. Но для меня это ничего. Я не буду разбираться в этом студенте. Здесь миллиарды вариантов сочетаний. И, конечно, или вот это вот, про биомаркеры старения, да? Вот это такая диаграмма. Ну, мне тяжело с этим. Я говорю, я занимаюсь тем, что называется «Basic», основы геронтологии. И вот их, к сожалению, практически не осталось. Главное не что исследовать, а как. Важны как методы, так и методология геронтологических экспериментов. Могут уметь правильно проводить геронтологические эксперименты. А в подавляющей большинстве таких работ на современном этапе классика игнорируется. Сейчас молекулярка, супераппаратура, огромные гранты. Но, по сути, я скажу чуть позже, классической геронтологии нет. Мой любимый геронтолог, Алекс Комфорт, это книжка, на которой я вырос, и которую все мои сотрудники обязаны прочесть, если не хотят у меня работать, «Биология старения». Вот есть еще более поздние издания. Вообще человек потрясающий был, совершенно суперинтеллектуал, анархист, писал на любые темы, значит, в том числе геронтолог. Самая его известная книга, это не «Биология старения», а «Радость секса», на которой он заработал много миллионов фунтов и стал супермиллионером. И она вышла у нас, русское издание, с прекрасными рисунками. И, в общем, он в основном известен как автор этой книги. Но самая лучшая книга для меня, это, конечно, причем, заметьте, она называется «Aging the Biology of Senescence». Перевести, переводил очень хороший переводчик, сейчас в основном очень плохо переводят литературу, а переводил Алпатов, «Биологию старения». И он правильно все перевел, нельзя здесь переводить все, потому что и «Aging», и «Senessence» — это старение. Но «Senessence» — это то, что на поздних стадиях разрушительно, а «Aging» — это набор возраста, от слова «Age» — возраст. Поэтому, ну вот, есть еще такая книжка на русском языке, совершенно замечательная, «Введение в экспериментальную геронтологию». Она самая лучшая на русском языке для тех, кто хочет заниматься экспериментальной геронтологией. Тамара Львовна Дубина, она тоже потрясающая человек, совершенно с блестящим русским языком, у нее совершенно фантастические воспоминания, их легко найти в интернете, живет она в Израиле, ей далеко за 90. Надеюсь, что она еще жива и, в общем, здравствует. Так вот, последний экземпляр этой книги она подарила в свое время мне, сказала только вот для вас, чем я очень горжусь. Итак, кривые выживания. Без снятия кривых выживаний нельзя корректно изучать старение мед и замедление. Именно по этим кривым мы судим о том, стареют ли организмы, а также о том, как на них действуют интересующие геронтологов препараты. Мы сейчас говорим, а вот мы подействовали препаратом, холестерина стала меньше, мы замедлили старение. Нет, вы уменьшили холестерин. А надо смотреть, как строятся такие кривые. Когорта. Это животные, скажем, которые родились в один день. Из них мы формируем некого когорта. Да, смотрим, как они выживают. Есть какие варианты. Вот они могут выживать по экспоненте. Значит, постепенно в ноль все уходит. Здесь старение? Нет. То есть, вероятность смерти высока, но она постоянна, она все время одинакова. Так стареют в дикой природе большинство животных, потому что они просто не успевают состариться. Воробьи живут в неволе 21 год, а в дикой природе до 3 лет. Поэтому вот так. Но есть другой, гораздо более интересный для нас вариант нестарения, когда вероятность смерти все время нулевая. Мы позже поговорим о моем любимом организме, который так себя ведет. Все это подробно описано в некоторых моих статьях, в Current Aging Sciences, в Biophysics. С этими картинками может быть преждевременное старение, может быть вот это обычное старение, которое идет, так называемое, по Гомберцу. Был такой актуарий в 19 веке, актуарий, кто занимается страховками. И он по таблицам смертности просто эмпирически вычислил, что вот так вот меняется количество выживающих людей со временем. Есть преждевременное старение, замедленное, ускоренное старение. И тогда мы можем сказать, стареет, не стареет, мы снимаем все. Ну, наверное, чтобы снять кривое выживание крыс, нам нужно 3 года, понимаете. А для человека это 100 лет. Значит, соответственно, это как бы не очень удобно. Что такое вероятность? Это из «Комфорта», из моей любимой книжки. Вероятность, то есть, если у вас есть тысяча человек, а за год умерло 10, то вероятность 1 сотая. Значит, вероятность умереть 1 сотая. И она, соответственно, это сила смертности, правильно называется. Она будет меняться. Но это при прочих равных, без катаклизмов, без... Это формула Гомберца. А если учитывать фоновую смертность, то это будет формула Гомберца-Мейтхема. Там добавляется еще константа А здесь, которая описывает фоновую смерть. Она не зависит от возраста. И она-то и определяет то, что мы, даже убрав старение, не будем жить вечно. Ну, вот это такой пример, что стареет все. И когда мне... Мы с Владимиром Петровичем, с Кулачевым, хотя, считай, совершенно потрясающим человеком, мы очень давно дружим, но мы все время смотрим, он программист, а я стахостист. И, конечно, он все время говорит, он говорит, Сашенька, ну вы же не можете представить, что вот, понимаете, вот автомобили, это же не то, что я говорю. Да, но автомобили тоже стареют. Больше всего финансировали геронтологи все время Мерседес-Бенц, потому что их интересовало старение автомобилей. Механизмы очень похожи. Хармон, который создал свободно-радикальную теорию старения, он начинал с резины и покрышек, потому что они тоже стареют, и антиоксиданты добавлены, замедляют старение автомобильных покрышек. Какое-то кривое выживание стаканов из бара. Стакан из прокаленного стекла, и, соответственно, из толстого стекла. Вот что такое толстое стекло? Вот это верхнее. Вот они, значит, все, что выше экспонента, это все старение. Экспонент, понятно, упал, разбился, упал, разбился. А вот этот толстый, сидят они под пившие клиенты, грызут свои толстые стаканы, они постепенно покрываются трещинками, износинками, и вероятность их гибели повышается. А у этих либо да, либо нет. Значит, у них нет старения. Да, телега стареет не так, как лошадь. Владимир Петрович мне все время говорит, Скулаченко, «Да, но телега же стареет не так, как лошадь». Я говорю, да, но все равно стареет. Она стареет по-другому, но все равно стареет. И старение не обязательно связано продолжительную жизнь. Можно не стареть и прожить очень мало, а можно стареть, но прожить очень много. А все обычно говорят, ой, старение уберем, будем жить всегда. Нет. И более того, если есть нестареющий вид, он может жить очень недолго. Потому что у него вероятность вот этой фоновой смерти достаточно высока. Паденки, они не стареют, но умирают очень быстро. Ну, как в известной компьютерной игре, никто не живет вечно, было сказано. Это из одной моей статьи тоже. Графики мой мальчик-студент посчитал. Вот эта вот эра, это и есть сила смертности. И в зависимости от силы смертности, это все нестареющие. Видите, это все нестареющие некие особи. Но по мере того, как вероятность смерти, сила смертности будет уменьшаться, у вас просто будет все дальше сдвигаться вправо, кривая. Но все равно старения здесь нет. А продолжительность жизни здесь вот она 50, а здесь она, видите, далеко за 120. То есть, не обязательно стареть, чтобы жить мало. И не обязательно не стареть, чтобы жить. В общем, понятно, да, что можно жить мало и при этом не стареть, а можно стареть и жить очень долго. Если убрать старение, человек будет в среднем жить 700-800 лет. Полностью устранить несчастные случаи, катаклизмы, болезни, врачебные ошибки, военные конфликты, преступления невозможно. В Израиле я давал интервью на телевидении и сказал, представляете, они говорят, ну а если мы уберем, мы же 700, это же так много 700. Я говорю, представляете себе, вот мы все убрали. И вот вы говорите женщине, она говорит, слушайте, я так молода, мне всего 700 лет, я не хочу умирать. Как я умру? А вот у меня знакомая прожила 900, а мне всего 700, понимаете, да? Ничего не изменится, мы просто другим временем не имеем это. Отдельно о франшебных ошибках. Мы все-таки на медицинском канале. Мне всегда казалось очень странным, если бы мы в автосервисе подписывали каждый раз бумагу о том, что в случае неудачного ремонта никаких претензий к проводившим его сотрудникам иметь не будем. Но именно такую бумагу мы все подписываем. К сожалению, врачебные ошибки это огромный вклад в Советском Союзе. У нас было население что-то там 315-320 миллионов человек. Значит, врачебные ошибки по соответствующим данным уносили до миллиона людей в год. Я думаю, во всем мире всякие случаи иногда попадают в прессу. Ну, я вот просто по-советской стою. Да, есть фильм «Доктор» 1991 года, американский мой любимый фильм. Ну, вот недавно я прочитала, там, перевезали чего-то там, право-лево где-то. Словакии, Словакии. В Америке. Несколько дней назад убрали здоровый глаз вместо... Да, да, такие случаи бывают. Да. Мы все имеем право на ошибку, но надо все-таки за них отвечать. А когда вы подписываете, что мы... Нет, это неправильно. Мне кажется, что это неправильно. Среднее ожидаемое продолжительное жизни. Все время говорят, ой, среднее продолжительное жизни сейчас в России 70 лет. А что это такое? Никто не задумывается, что с чем мы складываем, да? Это life expectancy. В английском это правильно. Среднее ожидаемое продолжительное жизни. Не просто объяснить, как рассчитывать, но можешь попробовать. В каждом штате своя. А? Свой показатель в каждом штате. Конечно, Марина Зорикова, как рассчитывается среднее продолжительное жизни жизни? Говорят, в 2021 году среднее продолжительное жизни у нас там 70 лет. Что это означает? Мне говорят, а сложили всех. Нет, вы не можете сложить возраст смерти. Все люди родились в разное время, они родились в разные годы. Это не для этого года. А вот для этого года, мы говорим, для родившихся в 2021 году среднее продолжительное. Что это означает? Берутся уровни смертности по каждой возрастной группе. Сколько умирает годовалых, двухлетних, трехлетних и так далее. И вот по этим данным, по таблицам смерти, строится вот такая кривая, как я вам показывал, выживание условное. Если ничего не изменится, и структура смертности останется такой же, как она была в 2021 году, то эти дети, родившиеся в 2021 году, в среднем проживут 70 лет. Вот о чем идет речь. Это виртуальная величина, и к реальной ситуации она, в общем, не очень... Биологический возраст. Это как можно... Мы говорят, совсем не обязательно снимать кривые выживания, можно по биологическому возрасту все оценивать. То есть мы оценим биологический возраст, под действием препаратом каким-то чудодействием, таблетка от старости, и узнаем, значит, меняется ли биологический возраст. Да, можно. Что такое биологический возраст? На пальцах, опять-таки, объяснить очень сложно. Но, пример, он выглядит на 30, хотя ему 50. Или он выглядит на 50, хотя ему всего 30. Ну, есть модная вещь, эпигенетические часы, по меткам эпигенетическим. А мы... Вот скажите, вы можете дать мне 20 лет? Ну, нет. Не можете. При всем желании. Вот именно. А на чем вы основываетесь? У вас есть набор маркеров. Набор, да, не один маркер. У вас тысячи людей, которых вы видели, и вы знали их возраст. И вы построили себе таблицу. Конечно. Биологический возраст – это зависимость какого-то показателя от времени. И вот, значит, соответственно, потом, когда вы построили себе вот такую линию зависимости от показателя, вы можете сделать обратную штуку. Вы можете посмотреть параметр, провести его до этой кривой и опуститься вниз на возраст. И получить возраст. Как правило, содержание какого-то фермента в крови в 50 лет вот такое. Но это не значит, что у всех так, да? Значит, соответственно, биологический возраст – это способ оценивать быстро какие-то геронологические воздействия, но, к сожалению, он не идеален, потому что он привязан к определенной популяции референсной, на которой мы получали вот эту кривую, по которой мы потом все меряем. И если мы ориентируемся на пигмеев, у вас будут по возрасту одни показатели. А если на каких-то скандинавах двухметровых, то совсем другие. Седина. Нам с вами есть о чем поговорить на эту тему, Марина Зорькова. На самом деле нет, потому что я, например, с 25 лет начала сидеть, как моя бабушка. Абсолютно верно, Марина Зорькова. Бабушка была молодая женщина, прожила она долго, почти 90 лет, она посидела в 25 лет. Конечно, потому что у Седина, к сожалению, покойный Анатолий Иванович Деев, который пару лет назад умер, возголял нашу секцию геронтологии московскую, он все время говорил, что вот Седина – самый лучший коэффициент корреляции с возрастом. Как раз, если биологический коэффициент по Седине, мы, да, мы, как правило, седые люди уже в возрасте, как правило, но не всегда. Далеко не всегда. Хороший для сродства, но плохая со смертностью. Есть седые люди, которые прекрасно, с 30 лет седые, но живут прекрасно до 100, а есть люди абсолютно черные, понимаете, которые в 50. И черными и умирают. Да, ну посмотрите, что вот эти два дня, что вчера, двое этих поп-исполнителей, и Сатунов, и нарцисс, значит, умерли до 50 лет. От болезни, а не от несчастных случаев. Да, да, да. Еще такая вещь. Лонгитудинальные и поперечные исследования. Что лучше? Ну, конечно, вроде бы лонгитудинальные лучше. Что такое лонгитудинальные? Мы берем 10 тысяч человек, следим за ним на протяжении 50 лет. Если мы следим за ним, то мы смотрим, что у них меняется. И у того и другого есть преимущество. А поперечные, то, что мы делаем обычно в геронтологических работах, мы, не мы, а вот современные геронтологи, они берут крыс разного возраста и смотрят у них в 3 месяца, в 6, в 12, в 24, в 30. И говорят, а вот у них меняется так. Но есть такая штука, как дифференциальная смертность. В Лейпциге проводили огромные лонгитудинальные исследования. Оно так называется лейпцигские лонгитудинальные исследования. И то есть очень много людей за ними следили много лет. Так что оказалось с холестерином? Мы все говорим, холестерин – это плохо. Ой, высокий холестерин – это ужасно, да? На самом деле не все так просто. Выяснилось, что люди, которые родились с высоким содержанием холестерина, живут дольше. И поэтому те, кто с маленьким содержанием холестерина, уже умирает с 90-х годами. Остаются те, кто с высоким. Но когда вы меряете на поперечках исследования, вы говорите, ой, у них высокий холестерин. У них невысокий, он не всегда был такой. Но живут они лучше. И один из моих учителей, Александр Севарточков, говорил, а как же? Саша, конечно, говорит, мембраны-то из чего строить? Без холестерина мембраны не построишь, да. Секулярный тренд, то же самое, очень тонкая вещь, значит, со временем меняется. Но совсем извините, все-таки нас смотрят и врачи, и будут смотреть, может быть, липидологи, кардиологи. Они не согласятся и будут иметь, наверное, моральное право, потому что с холестерином не все так однозначно. Не все однозначно. Но у Юрия Михайловича... Есть же исследования, показывающие корреляции совершенно четкие, когда еще есть наследственные факторы предрасположенности. Конечно. Холестерин бывает разный, Марина Савченко. И холестерин разный, и сумма факторов разная. Потому что сам по себе даже плохой высокий холестерин, это еще... А вот когда еще вязкость крови, когда еще генетические факторы четкие совершенно. Юрий Михайлович Лопухин, который возглавлял институт физической медицины долгие годы, и он меня там пригласил, я там работал, значит, и он писал книжку «Холестериноз», в которой я помогал им писать. Там это все довольно подробно рассмотрено, с холестерином не так все просто. Вы же знаете, что есть холестерин липопедоидов высокой плотности, низкой плотности. Нет, ну просто помимо врачей, а вот на Ютьюбе нас посмотрят, какие-то люди скажут, а вот Сан Николаевич Хохлов сказал, что холестерин ничего не значит. Нет, я не сказал, что он ничего не значит. Я сказал, что не всегда плохо. Нет, всегда. Вот давайте просто подчеркнем это, что нельзя ориентироваться только на это. Да, любопытная вещь. Вы помните, наверное, в наше советское время еще стояли такие большие картонные коробки, и женщины в белых фартуках продавали яйца. Да, было. Значит, прямо у нас же не было никаких вот этих коробок. Мы набирали их там в сеточки. И у них был яйцебоев в этих вот банках. И я как-то спросил, говорю, а куда вы их деваете? Она говорит, а куда, куда? Я выпиваю в конце, каждый день. Значит, я выпивала литр яиц. А сальмонный лед? И вот у таких вот смотрели сосуды, там все прекрасно было. То есть нельзя просто говорить, что потребление холестерина... Вот если у вас метаболизм нарушен, да. Это некое зеркало, да. Но сам по себе холестерин, поэтому он вам нужен. Ну я просто, чтобы избежать упрощения, я остановилась на этом. Секулярный тренд, акселерация идет, да? Акселерация, то есть родившиеся позже, через несколько лет, они больше, крупнее. Но если будет поперечное исследование вы проводите, вы скажете, о, у вас чем меньше возраст, тем больше размер головы. Известная бельгейская работа. Нет, просто те, кто меньше возраста, они родились позже, у них акселерация, у них уже больше голова стала. Это вот секулярный тренд. Поэтому это все надо учитывать. Чтобы провести правильный генетологический след, нужно лет 100. Ну не будет ни грантов, ни рейтингов, ни престижных должностей, ни стимулирующих надбавок. Так что все равно нужны, конечно, модельные объекты. Ну без них, видимо, никуда. Но их нужно правильно выбирать. Вот Алексей Александрович Маскалев, с которым мы очень хорошо знакомы, конечно. Значит, он недавно тут дал интервью. Видите, это 10 мая 22-го года. И в этой статье он упомянул, значит, что модельные животные, и видите, животные-долгожители, чей век может длиться, нужно работать на животных. Это да. Но я вот публиковал такую статью несколько лет назад, которая называется «О выборе контрольных объектов в экспериментальных генетологических исследований». То есть, когорты у нас есть опытные и контрольные. У нас есть одна когорта, которая опытная, а другая контрольная, которая... И вот как выбрать правильно контрольную? Ну, например, у Тамары Львовной в книжке было правильно написано, что генетологический эксперимент должно быть не менее 50 животных в каждой когорте. Сейчас вот эти все исследования молекулярные, в том числе в Nature, в Science, делаются на двух-трех животных. И моя подруга из Штатов говорит, слушай, а сколько у тебя было этих вот этих? Она говорит, понимаешь, они очень дорогие, у нас было три. Ну, на трех нельзя статистику сделать. Ну, где же мы еще больше возьмем? А где, по-моему, в Nature? А куда Nature смотрит? Они что, не смотрят? Ну, на хвостах кривых выживания. С кем вы будете работать? Если у вас 50 животных, у вас еще кто-то останется в конце. А если у вас 5 животных, у вас хвоста распределения не будет. У вас на конце все вымрут. Не с кем будет в конце работать. Недавно прочел анекдот, мне очень понравился. Было ученого три сына, и одному он рассказал, что главное в жизни – это работа семейной ценности. Второму, что главное в жизни – секс, наркотики, рок-н-ролл. А третьему ничего не рассказывал, потому что главное – иметь три группы. Две экспериментальные и одну контрольную. Ограничение калорийности питания. Наиболее известное геропротекторное воздействие. Мы все говорим, да, надо меньше есть. Это замедляет старение. Откуда это все пошло? 1935 год. Клайв Маккей. Совершенно большая умница. Очень хороший ученый. Что он делает? Он показывает, что крыс, которых недокармливают, держат отдельно. Дерых, которые питаются ad libitum, то есть по потребности. Это контроль. И, значит, они от недокармливания живут дольше. Однако. Он работал на крысах Фишер 344. Они короткоживущие. То есть продолжение жизни у них не превышает 1192 дня. А в дикой природе они могут жить 4 года и более. И, конечно, вероятность дожить до колыша достаточно мала. Но, тем не менее, могут. И, таким образом, даже с учетом значительного увеличения в облотах Маккея, максимальное продолжение животных, она не достигала значения этого показателя для крыс дикого типа. Или некоторых долго живущих чистых линий. Типа Виста. У этих крыс высокая частота развития спонтанных опухолей. Так что ограничение питания могло влиять не столько на сам процесс старения, сколько на канцерогенез. Нас же интересует старение. Ясно, что антибиотики продлевают жизнь. Но к старению напрямую это никакого отношения не имеет. Маккея тоже об этом писал в 1956 году. Но уже на это все игнорируют. Контрольные животные питались ад либитум. А это не является нормой. В природе они не питаются ад либитум. Дикий тип не должен есть от пуза. А вот опытные крыс как раз питались нормально. Но моя плесецкая права. Надо меньше жрать, она говорила. Таким образом, складывается впечатление, что результаты исследований Маккея могли определяться не воздействием на фундаментальные механизмы старения, а лишь удачным выбором как контрольных животных, так и условий не совсем благоприятных, их содержания. Сходные соображения возникают у нас и при анализе широко известных экспериментальных работ, выбранных на мышах сам крысохоксис, их так называемых шведских мышах. Они, кстати, у вас рассказывали на вашем канале, но я сейчас посмотрю на это с другой стороны. Мыши сам, сенесенс акклерейтед маус, мыши с ускоренным старением. Они выведены в Японии в 70-х годах. И там есть несколько инбридных сублиний, объединенных в две группы. Самп, склонные к ускоренному старению, и Самр, резистент, устойчивые к ускоренному старению. В дальнейшем появилось огромное количество работ, которые описывают благотворное геропротекторное влияние различных соединений только на мышей самп. То есть они берут тех, кто быстро стареет, и на них и пробуют. Это результаты ожидаемые. Возьмите больных, лечите их антибиотиками. Но на наш взгляд это не позволяет отнести изученные препараты к геропротекторам. Еще одна статья одного из моих очень уважаемых, любимых чителей Александра Александровича Болдырева, она как раз и вот на таких мышах сделана. Сходная ситуация с крысами Оксис, которые в Новосибирске используются. Как и у мышей сам, у крыс Оксис, у них уменьшено продолжить жизнь, но у них целый ряд патологий. Сверхпродукция свободных радикалов, ретинопатии, нейродегеративные процессы. В большом количестве работ, которые выполнены под руководством совершенно замечательной женщины Натальи Гориславовны Колсовой, было, вот, кстати, у нас в начале июля будет большая конференция по системным механизмам старения в Новосибирске. Да, к сожалению, мы не поедем, потому что обстановка не очень благоприятная, но, в общем, очень хорошая англоязычная конференция происходит. И там было положительное влияние на таких крыс самых разных потенциальных геропротекторов. Рапомицин, метформин и антиоксидант СКУ-1 от Владимира Петровича Кулачева, о котором вы, конечно, слышали. Ну да, и Максим Кулачев у нас рассказывал. Да, Максим, я видел его. Собственно, это опять следует ждать с большой вероятностью, потому что у них окислительный стресс. Ну, вот один из вариантов исследования рапомицина на, значит, вот таких вот крысах. СКУ-1 действовал как геропротектор, об этом у вас тоже говорилось на канале. И Чернян говорил, и Максим говорил. Но это шведские, так называемые, мыши. У них дефект по метахдориале ДНК полимеразии. У них значительно увеличена интенсивность образования, опять-таки, свободных радикалов со всеми вытекающими последствиями. А, соответственно, антиоксидант на них, поэтому, видимо, и влиял. Вот эта работа, вейджинг, в которой, значит, большое количество авторов, да, на мышах с дефектами метагральной ДНК полимеразии, СКУ-1 прекрасно работает. В экспериментах Владимира Николаевича Анисимова, моего коллеги и очень хорошего друга, значит, на мышах неске линии было обнаружено, что СКУ-1 проявляет свое геропротекторное действие только по содержанию животных в не очень благоприятных условиях. Виварий, недостаточно хорошо защищенным от инфекционных агентов. А когда им дали грант, значит, и они на этот грант сделали новый Виварий, в котором все было шикарно и стерильно, то СКУ-1 переставал действовать и не проверял. Можно полагать, что во всех трех системах геропротекторное действие этих соединений могло определяться тем, что они не были практически здоровыми. Есть даже такой practically healthy термин. Добровольцы, на которых работают логидоманские, должны быть практически здоровы. Иначе это некорректные исследования. Или нелогоприятные условия. Вы сажаете людей в ужасающие условия, и, конечно, у всех у них окислительный стресс, антиоксиданты действуют. А еще Фрольки Самурадян в своей книжке 91-го года писали, что антиоксиданты, это сложная штука антиоксиданты. Нам нужны свободные радикалы. Наши макрофаги без свободных радикалов не могут... Не запускаются процессы. Они не могут бороться с бактериями, да. Но, значит, во многих случаях они даже токсичны, антиоксиданты. Но если с высокой частотой спонтанных опхолей берем, это еще Людмила Константиновна Абухова отмечала, которая с иммунелем работала, что, значит, тогда антиоксиданты работают. Имеет смысл при проведении экспериментальной генетологической исследовании что делать? Использовать нормальных высших животных и людей, находящихся в нормальных условиях. А иначе мы будем относить к этому классу соединений все, что обеспечит существование организма, в том числе воду, пищу, витамины, микроэлементы и так далее. Пример ниже. Очень люблю я этот слайд. Влияние воды на кривые выживания крыс. Контроль у нас без воды, а опыт с водой. Вы представляете? Вот он, геропротектор. Вы представляете? Вот он, геропротектор. Вы говорите, ну, контрольный же. Ну, а я так выбрал. А я так выбрал. Говорит обычный исследователь. Да. Болезни. На этом канале уже не раз упоминали мою любимую пресноводную гидру. Я опубликовал даже такую статью в 2014 году о бессмертной гидре опять. Ну, где вот подробно рассмотрел всю ситуацию на то время. Коротко. Да, гидра бессмертна в определенных условиях. Она в зависимости от температуры может приходить либо в стареющее состояние, либо не в стареющее. А когда она не стареющая, у нее вот тут вот есть такая зона. Здесь либо половые клетки, если она стареющая. Либо она переходит, и не превращается в так называемые I-cells. То есть стволовые клетки, которые бесконечно генерируют новые клетки. У нее с щупалицы, с аборальной порой все время слущиваются клетки. Она все время обменивает клетки. И вот тогда, что ей, собственно, у нее нет старения. Я показывал там картинку, значит, когда у нее период все время нулевая. Она может готовить. Хотя в свое время я послал статью в один хороший журнал зарубежный. И мне рецензент написал. Ну вот, да, были же опыты по гидре. Они 4 года смотрели. Не было признаков старения. Но мы же не знаем, что будет дальше. Ну, в общем, да. Но 4 года для гидры, это как для нас 4 тысячи лет. Поэтому вот эта статья из Nature Jones. Там сказано, что по крайней мере 4 тысячи лет они не должны стареть. Это много все-таки, согласитесь, для гидры, которая может жить несколько дней. И, в общем, что она делает? Она все время обменивает клетки. Она заменяет клетки. Установит клетки. Да. И, значит, вот у меня была такая статья, которая сказала, можем ли мы использовать подход гидры против старения. Но ответ очень простой. Не можем. И причина очень проста. Не стареют те организмы, которым не важна личность и индивидуальность. Если у вас есть личность или индивидуальность, вот вы же тоже собачница, у вас собака есть, да? Да, собака. Ведь она же индивидуальна, да? Абсолютно. Вы же с ней... Это личность. Это личность. Да, это даже личность. Понимаете? Где это все сидит? Это все сидит в мозгу, да? Соответственно, мозг – это нейроны, это постметатические клетки. Вы не можете их заменять. Растения, у них нет индивидуальности личности. Вот бактерии у них нет личности. И у гидры нет личности. Понимаете? А вот здесь важно. Любая теория старения, если вы ее разрабатываете, должна отвечать на следующие вопросы. Коротко пройдусь. Насколько универсален процесс старения? Почему есть стареющие и не стареющие? Почему у разных видов разная продолжительность жизни? Почему раковые клетки и бессмертные? Но если не признавать роль феномена Хейфлика в старении, а не я, не Хейфлик, не Оловников, мы не признаем роль феномена Хейфлика в старении высших организмов? И с Хейфликом мы обсуждали это, и с Алексеем Матвеевичем. А вот. Ну, кстати, существуют смертные раковые клетки, и бессмертные нормальные. А что, давайте напомним, что за феномен? Феномен Хейфлик заключается в следующем. Если мы возьмем кусочек кожи, вот, например, у меня такой кусочек кожи здесь был взят, вот здесь он, вот он. Значит, из него получим культуру, то он не будет, из него получит клеточную культуру, она не будет размножаться бесконечно. Она подает, так называемым, ограниченным методическим потенциалом. То есть, эти клетки будут, они не умрут, они перестанут размножаться, они станут практически постметодическими. И считалось, что это из-за этого старения. Из-за этого старения не происходит. Мы не реализуем этот методический потенциал, потому что большинство клеток нашего организма, они остановились там далеко до середины вот этого исчерпания методического потенциала. Для постметодических клеток это лишено всякого смысла. И, собственно, а механизм очень простой. Алексей Матвеевич его разрулил в свое время, значит, и потом все это было подвержено экспериментально, потому что при каждом делении теломеры немножко укорачиваются, а теломераза, если она есть, то она достраивает. Теломеры такие на концах хромосом, такие колпачки, что ли. Ну, на самом деле, это концы ДНК. Это концы ДНК. Для широкой публики, да, пояснил. Да, это концы ДНК. С каждым делением они сокращаются, и была такая популярная теория определения возраста, что подлиннее хромосомы можно определить возраст организма. Да, у раковых клеток есть теломераза, и она их все время после каждого деления достраивает. И поэтому это можно до бесконечности продавать. И были подходы о том, чтобы бесконечно впрыскивать теломеразу, чтобы... Да, есть эта женщина, которая вводит себе теломеразу. Да, 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 известный эксперимент. Ничего хорошего у нее нет. Вот мы и говорим, как различается процесс старения в делик-неделик клеток. И самое, что меня всегда интересовало, как ускользает от старения зародышевая линия. Мы ведь тоже, в определенном смысле, бессмертны. Если взять нашу зародышевую линию, от наших предков к нашим потомкам, бесконечно все передается, но нет признаков старения. Дети же, как было сказано в истории, почему дети не рождаются старыми? Вот они не рождаются старыми, они рождаются молодыми. Как стареют растения, бактерии, грибы, простейшие мекоплазмы? Каким образом можно представить эволюцию процесса старения? Что происходило в эволюции старения, если ваша теория? И поэтому мне не нравится, что вот программисты, на мой взгляд, как я подчеркиваю... Программисты – это люди, которые привержены теории запрограммированного возраста старения. Да, а я стахаристист, я считаю, что это накапливается после каких-то повреждений. Вот. Я написал таких два больших обзора на этот счет, так что там все это изложено, можно все это посмотреть. И, в общем... Так вот, о бессмертии клеток зародышей линии. Не могу это не сказать. Значит, мой коллега и, в общем, плохой знакомый, Жрец Александрович Медведев, к сожалению, он недавно умер. Значит, мы с ним общались тут в Москве, когда он приезжал к своему брату Рою Медведеву. Вот. И он, я считаю, его одним из самых лучших геронтологов, но наряду с Алексом Комфортом, он тоже совершенно потрясающий мультиинструменталист. Он все, что угодно писал, и о политике, и о искусстве. Ну да, история науки, история советской науки. Да, да. И, конечно, он геронтолог, вот блестящий его обзор аж 1981 года о бессмертии клеток зародышей линии. Вот. И я тоже гораздо позже, как вы видите, в 2020 году опубликовал похожий обзор, где попытался сказать, что за то время, за прошедшие годы ничего толком не изменилось. Коротко. Что значит половые клетки? Говорят, они не стареют. Нет, они стареют. Они, к сожалению, стареют. И мы знаем, что у 40-летней женщины вероятность рождения ребенка Сидром Дауна очень высокая, именно потому, что там большое количество старых половых клеток. Как справляется организм со всем этим? Без особых подробностей. Организм ничего там специально не чинит. Он просто не дает плохим клеткам дать потомство. И фильтруется. А так как клеток довольно много, у женщины она рождается, значит, когда у нее там 300-400 тысяч половых клеток, то из них все время идет отбор. И чем дальше, тем труднее выбрать. Поэтому после 40-ка выбрать уже практически невозможно. Вот. Часто говорят, вот там репарация идет, значит, рекомбинационная репарация ДНК. Нет, потому что она проходит до профазы миоза, в которой лежат эти клетки потом 40 лет. А дальше все равно накапливается. Это же та стационарная культура, в которой лежит, и у вас не делятся эти клетки, и в них накапливается. А мужчин такого эффекта нет, потому что сперматогенез идет все время. И поэтому, хотя есть такая статья, папа, аретен, карантан. Папы, остановитесь в 40 лет. Но она вообще неправильная, эта статья. Хотя я ее часто цитирую. Вот, в общем, у мужчин, вы знаете, и в 70-80 лет, в общем, бывают совершенно нормальные дети. В общем, да. Не часто, но бывает, да. Ну вот. Здесь много происходит событий. Удаление испорченных геномов сбрасывается. Самая интересная еще гипотеза Гендерсона Эдвардса. У нас есть некий механизм, я понятия не имею, как он устроен, который отслеживает качество фолликулов, которые двигаются. Они двигаются у вас к матке, и в этот момент их просвечивают, анализируют. Если они плохие, происходит этот феномен атрезия. Они уничтожаются, и она не попадает, то есть эта клетка не может быть оплодотворена. Это очень здорово, но как-то... Ну и дальше то, что потом. Созревшая яйцеклетка перезревает, теряет способность к оплодотворению. Яйцеклетку проникает только один из наибольших способных сперматозоидов. Если из аномальной половой клетки все-таки возникал эмбрион, то он может быть выброшен в результате аборта естественного. Ну а из проскочивших стальные барьеры появляются неспособные или неспособные умножения потом. Соответственно, блока будет обрезана, эта линия будет здесь. Вот так, видимо, эволюция и работает. Отдельная история старения клеточных культур. Это тема для двух-трех больших лекций, мы не можем подробно цараться, но это модно сейчас. Работать на клеточную культуру, конечно, комфортнее, чем на животных. Да, удобнее. Насколько это адекватно? Очень многие годы работали. Это началось с опыта в Карелии, в начале 20 века, который все это придумал. У Карелии нормальные клетки размножались бесконечно долго, а потом Хейфлик все это... На самом деле не Хейфлик, а Свимми Паркер. Сначала это сделали Свимми Паркер, а через пару лет Хейфлик. Но так как Хейфлик это все раскрутил до геронтологических выводов, то в основном мы говорим о феномене Хейфлика. Но еще Свимми Паркер за несколько лет до него обнаружили, что нормальные фибробласты человека, вот полочные так вот из кожи, скажем, или из легкого, например, то они размножаются граничное количество раз. И там происходит... В процессе этого пассирования наблюдаются различные возрастные изменения. Они похожи на то, что происходит при старении. Но это, тем не менее, не одно и то же. Причины следственной связи нет. Это наша теория старения, что ограничение пролиферации – это главная причина накопления повреждений ДНК. Они всегда возникают, повреждения ДНК. У нас, у меня, тепловые повреждения ДНК до 100 тысяч в день на геном человека. Но они все репарируются, устраняются. Ну да, есть же система. Система репарации. Но если не давать клеткам делиться, то рано или поздно все равно в них будут накапливаться эти повреждения. Поэтому... А дальше все очень просто. Накопились повреждения, развивается патология тканей органов, ну и, соответственно, увеличивается вероятность смерти. Мы моделируем то, как? Мы берем клеточные культуры, останавливаем их пролиферацию и смотрим, что там происходит. То есть мы как бы имитируем то, что происходит в наших нейронах. И здесь тоже надо правильно выбирать контрольный объект. Нас все время говорят, что вы зачем берете трансформированные клетки для таких экспериментов? Делайте на нормальных. Скажу почему. У нас есть пара большущих обзоров, которые мы опубликовали в двух книгах. Одно в Antie Aging Racks, а другой в такое старение и исследование сложного феномена. Значит, там это все рассказано. Значит, смыло все, что вы посадили клетки во флакончик, они начинают вот так вот размножаться, выходят на стационарную и дальше тут накапливают всякие повреждения. Но дальше, вот пунктирочку, они начинают гибнуть. Поэтому потом, это уже экспериментальные наши данные, видите, они вот гибнут, а это у них логарифм смертности. Он лезет как по гомперцу, он точно идет. Они погибают так же, как... Но заметьте, здесь 28 дней, да? Это не сто лет. То есть, можно на этих клетках, можно снять. Вот, так сказать, полная кривая. Сначала она растет, потом они гибнут, потом уходят в ноль. И сейчас, опять-таки, ведь, как говорят, вот фонс Глиницкий, Компизи, они сейчас говорят, надо наоборот. Они состаривают клетки специально определенным воздействием. Доксорубицин, окислительный стресс, повышенное ржавение кислорода. Они опять создают неправильные контрольные объекты и на них работают. Нам не нравится такое. Мы просто ограничиваем пролиферацию. У нас нет никаких повреждающих факторов. Вот говорят, у нас трансформированные клетки. Да. Но почему мы? Репликативный возраст клеток у нас не меняется. Если бы мы работали на нормальных фибробластах, то от эксперимента они накапливали репликативный возраст. Мы не могли бы воспроизвести. Кроме того, мы посадили, они поделятся 10 раз до стационара, они уже другие, у них другой репликативный возраст, у них сократились теломеры. У наших этого нет. Поэтому мы работаем, как бы у нас все время, ну и повторы экспериментов. Я хочу повторить эксперименты, а клетки у меня уже ушли, из которых я работаю. Я должен снова размораживать культуру и делать все заново. И, соответственно, если мы сажаем, наоборот, флаконы не в один момент, а с отступом, а собираем в один момент, то есть вот такой схема эксперимента, то тем более у нас репликативное старение будет влиять, и мы не можем. То есть вы его увидите, как бы, да? Репликативное, оно будет нам мешать, потому что оно будет накладываться. Мы не сможем сказать, то ли это репликативного старения произошло, то ли из-за стационарного старения, которое, ну вот, увеличение происходит. Это все, но есть, существуют нормальные иммортилизованные клетки человека, Боднер. Тут вот Маша Фролкис участвовала, дочка Владимира Вельминовича Фролкис в Штатах. Была работа такая, значит, когда ввели теломеразу, на самом деле они ввели не теломеразу, они субъединицу ввели. Она у нас есть, и у вас есть, и у меня есть теломераза, но она неактивна, потому что она, ее можно активизировать. Нужно ли? Это большой вопрос, потому что онкологию никто не отменял. И, в общем, нам не очень хочется. Но, в принципе, возникают клетки, когда нам говорят, слушайте, а вот есть же бессмертные раковые клетки. Видите, устные, я ничего не буду показывать, я просто так скажу. Недавно на конференции тоже говорили, слушайте, ну есть же бессмертные раковые клетки. Они не бессмертные. Они по такому же принципу, как мы все люди живут. При каждом пересеве раковых клеток до 40% клеток просто гибнет. Но оставшие 60 прекрасно делятся и берут на себя все. И у них нет с этим проблем. Они не бессмертные, у них нет индивидуальности, и не надо сохранять. Они за счет вот этих погибших отфильтровывают. А оставшиеся, если я пересаживаю флакон с очень старыми клетками, у меня там осталось 1% же нормальных клеток. Но я их могу разогнать, и они снова дадут редактирование генома. Очень часто сейчас говорят, ой, как мы его отредактируем? Вы же можете отредактировать на уровне, скажем там, яйцеклетки, гометы, скажем, плодотворенной яйцеклетки. Ну, или в крови, то, что изымается. У вас до триллиона клеток в организме, по некоторым подсчетам. Отредактировать все невозможно. Если вы должны отредактировать изначальную клетку, чтобы было что-то не так, а отредактировать все у вас, и к тому же отредактировать постметодическую клетку, это же не стволовая клетка. Ну, а эмбриональную нельзя. Просто этически запрещено. У вас же нет, не происходит, раздражение нейронов не происходит. Говорят, а там иногда бывает. Во-первых, у человека этого никогда не бывает. Сателлитные клетки есть в мозгу. Они могут давать в очень редких случаях новые нейроны, но их редактирование бессмысленно. Мы же, личность наша, индивидуальность, она на весь сети построена. Ее нарушение это. Ответ на вопрос и заголовка. Мы уже добрались. Про шансы, да. Да, про шансы. Они очень маленькие, да. Для увеличения нужно что? Модифицировать стратегию, тактику, технологические следы во всем мире. Вернуться к классике. Принципиально изменить подходы. Недавно был у нас симпозиум, организованный Советом Федерации. ВОЗ. В общем, все там были, да. Значит, это было в первом медиа, в Конгресс-центре. И вот я там, потом ко мне подходили люди из Госдумы, из Совета Федерации, и совершенно правильно вы все сказали. Но толку-то что? Изменить подход к государственной и оценке получаемый результат. Критерий истин, только практика. А то, что мы так сказали. И что важно напоследок. В России, между прочим, до сих пор нет института биологии старения. А Ловников, Алексей Матвеевич, мне говорит, скажите обязательно про институт биологии старения. Говорю. Который бы занимался в институте биологии старения. И это грустно. Нету. Ну, естественно, любой из аудитории может мне возразить, и я, естественно, с ним соглашусь. Но тогда мы оба будем неправы. Ну, вы могли своим собеседникам из Госдумы в первом месте сказать про этот институт? Что тут-то... Я сказал. Сказали? Да, я сказал. Но вы знаете, сколько мы обращались уже с брежневских времен в правительство всюду? Да, нет? Ну, есть забота. Вот обратите внимание, анг. Анг – это египетский знак бессмертия, да? Александр Николаевич Хохлов. Вы видите, да? Анг. Я не могла понять, что означает. Вот я вам объясняю, да. Он называется анг как раз, да. Когда я был в Египте, я обратил внимание, что вот именно так. Все, спасибо. Спасибо вам. Мы не прощаемся пока. У нас есть рубрика по скрипту. Хочу задать актуальный вопрос, который я задаю в последнее время всем гостям в этой студии, но и, собственно, в одном вопросе два. Уже обещанные, значит, вот анонсированные про наукометрию вопрос. Ну, анонсировали мы это как бы за кадром, потому что я знаю, что вы плотно занимаетесь проблемой наукометрии. Есть соответствующие подразделения, недавно, несколько лет назад были созданы, и там люди, которые ради... За то, чтобы наша наука была представлена на международной арене, занимаются всем этим. Ну, вот про международную арену. Испытывают ли какие-то изменения, вот какие-то факторы от введения санкций коллективным Западом руководимый вами сектор, то есть как он сейчас работает, приходится ли ему как бы сталкиваться с чем-то в целом, вот экспериментаторов я имею в виду. Ну, и та же самая наукометрия, она, насколько я знаю, была у нас в стране недавно отменена решением Министерства науки образования, министром науки образования. Вот как это все, как вы сейчас работаете, если просто спросить? Очень сложно. Значит, Алексей Ремешков-Хохлов, который сейчас научно-издательский совет РАН возглавляет, он об этом много и пишет, и рассказывает, и в апреле на нашей конференции ежегодной, наукометрической, международной пока еще, он очень подробно рассказывал о том, что будет. В общем, будет не очень хорошо. Я очень сильно смягчаю, да. Ну, а сейчас-то? Вот. Что будет, на самом деле, никто не знает. Сейчас уже, конечно, плохо, потому что, ну, вот представьте себе, без публикации, в чем мы, собственно, да, публикации должны быть, в общем, ну, это мое мнение, они должны быть, конечно, на английском языке. Если в средние века публиковали на латыни, то сейчас... Вот там на немецком, в начале 20 века. Ну, то есть все, кто может, должны это прочесть. Когда я говорю своим друзьям в Штатах, слушаю, я говорю, а как ты воспринимаешь вот наши русскоязычные статьи? Он говорит, ну, как греческие, я никогда не читаю. И когда мне говорят, ой, надо обязательно все публиковать на русский, пускай они учат русский. Что-то они будут учить русский. Нет, есть, конечно, Google-переводчик, но не дай бог ориентироваться на Google-переводчик. Это будет уже. С точностью, да, наоборот. Да, да, конечно. Ну, и пока у нас есть переводные журналы, но там все очень непросто, конечно, с переводными журналами. Сейчас решается вопрос, как это будет дальше. А что касается западных журналов, то есть ситуация какая. Сейчас очень стало популярным публикацией за деньги. Что я просто, ну, как говорила моя подруга, терпеть ненавижу. Понимаете, вы сделали открытие, вы получили новый какой-то препарат, который должен спасти миллионы людей. И вы должны заплатить свою двухлетнюю свою зарплату, да, вот мою докторскую двухлетнюю зарплату я должен заплатить за то, чтобы публиковаться в хорошем. Я не читаю, что это правильно. Но может публиковаться в бесплатных журналах. Та же Nature, она ведь берет не только платные, это за открытый доступ надо платить, чтобы потом можно бесплатно было скачивать. А можно публиковаться? Они говорят, ну, так не возьмут. Говорят им, так не возьмут. Значит, получается, что за деньги легче. И поэтому вот у нас есть издательство «Хищники», об этом много, у нас есть список Джеффри Билла, который теперь как бы не существует, на самом деле его найти можно, он до сих пор существует, в котором огромное количество издательств, которые фактически хищники, они ничего не лицензируют по большому счету. И лицензируют, ну, они показное лицензирование осуществляют, как часть, а часть не лицензируется. Когда у вас статья поступает в редакцию, а через две недели она уже публикуется. Как за две недели? Вот я занимаюсь несколькими журналами, в том числе своим вот журналом и англоязычным, и русскоязычным. Ну, это очень тяжелый, изматывающий процесс, найти рецензентов, потом отредактировать, сотни ввести правок. А это все не делается. Но дальше-то возникает проблема. Ну, хорошо, вы публикуетесь в платных журналах, а теперь мне говорят, жалуются коллеги, слушай, скажи, пожалуйста, а как теперь? Мы всегда там публиковались, но даже за 200 тысяч рублей мы не можем, потому что мы не знаем, как заплатить. Кстати, сейчас-то... Да. Как заплатить? И изначально говорят, да, статья неплохая присылают, но вы же не сможете заплатить. Вы не сможете заплатить. Перевести деньги элементарно, невозможно. Да, да. Просто невозможно. Раньше вы просто платили карточкой там как-то, а теперь все не работает. То есть это не работает. Значит, нужны какие-то дополнительные варианты. Нужны дополнительные варианты оплаты. Кроме того, даже сами публикации, понимаете? Ну, вот я недавно говорил с одним из коллег. Он тоже возглавляет один из наших неплохих журналов, переводной, и там публикуются иностранцы. А сразу на английском языке. У нас такие статьи тоже публикуются в моем журнале, то есть они на русском вообще не публикуются. Приходят только англоязычные и зарубежные статьи. И он говорит, я много лет поддерживал, у меня был норвежский, говорит, рецензент, очень хороший, блестящий рецензент. А сейчас я ему послал, он отказался, он совсем отказался. Он отказался рецензировать, сказал, пожалуйста, ты будешь мне не пишите. И это, конечно, огромный удар по нашим всем научным делам. Огромный. То есть вы, даже если вы сделали хорошую работу, у вас альтернатива, либо публиковать. Но есть интернет. Если вы сделали шикарную работу, я всегда говорю, ребята. Это серверы припринтов. Конечно. Я Шпирельмана не просто так упомянул. Он опубликовал в интернете свою работу. Премию Филса он все равно получил, понимаете. Скажите, пожалуйста, а вот реактивы, или еще на старых запасах? Значит, с реактивами ситуация вот как. А ты можешь получать результат, чтобы где его публиковать? Ну, в общем, тут, конечно, все вместе. С реактивами оборудование это отдельная история. Но вы знаете, сейчас параллельный импорт введен, да? А, то есть на этом тоже. И кроме того, я же каждый день получаю, ну, минимум, десяток предложений от разных фирм. Купите у нас то, другое, другое. Сейчас взгляд с востока. То есть у нас появляются индийские, китайские среды реактивы, но мы никогда на них не работаем. Мы не знаем, что это, понимаете. Если я работаю на хай-клон, я уже знаю, на них у меня клетки растут, у меня все предсказуемые результаты. Что будет дальше? Мне начинать все с нуля. Калибровать все. Это, конечно. Это я даже не знаю, как это все обойти. Очень многие мои знакомые просто стонут, потому что закупки. Одна моя коллега сказала, у нее уже был проплачен, был по гранту, она проплатила реактивы, ну, что-то на 400 тысяч рублей, если в рублях вы считаете. И ей оттуда вернули эти деньги, потому что вот они не могут поставить. Извините, да. Да, потому что не могут поставить. Надо что-то с этим делать. Конечно, я думаю, что государство найдет какой способ. Но, понимаете, что есть способ? Вот я сейчас смотрю электронное оборудование. Да, в принципе, все доступно. Купить все можно. Но за две цены. За две цены, получается. Вот то, что для меня интересно, это где-то две цены. Это параллельный импорт. Иран. У них автомобили импортные доступны, но это две цены. Ну, это уже другая область. Это такая макроэкономика. Я про конкретную работу. Это биологическую исследователь. Здесь то же самое. То есть у нас получается, что, в общем, а гранты-то, ну, они же не выросли, понимаете? Они не выросли, они даже уменьшились. Поэтому мне не очень понятно, как с этим быть. Ну, давайте на этом сделаем паузу, посмотрим, может быть, через какое-то время мы снова встретимся. Спасибо большое. И уже будет радужная перспектива. Будем надеяться на лучшее. Спасибо вам за интересный рассказ. Спасибо, Марина Григорьевна. Спасибо. Спасибо. Спасибо.